Заметки Электрика С-32 и D-32 Так вот, они обозначают время токовую характеристику автомата или другими словами ток его мгновенного рассыпления. Согласно ГОСТ 50.345, пункт 3.5.17, это наименьшая величина тока, при котором автоматический выключатель сработает, то есть отключится без выдержки времени. То есть это его электромагнитная защита. В этом же ГОСТе 50.345 говорится, что всего существует три стандартных характеристики, то есть типов мгновенного рассыпления. Характеристика B. Электромагнитный рассыпитель срабатывает в пределах от 3 до 5 кратного тока от номинального. Характеристика C. Электромагнитный рассыпитель срабатывает в пределах от 5 до 10 кратного тока от номинального. И характеристика D. Электромагнитный рассыпитель, у которой срабатывает от 10 до 20 кратного тока от номинального. Еще встречаются характеристики D, у которой электромагнитный рассыпитель срабатывает в пределах от 10 до 50 кратного тока от номинального. Ну а теперь рассмотрим каждый вид характеристик более подробно, на наглядных примерах. Итак, поехали. Рассмотрим время-токовую характеристику B на примере модульных автоматических выключателей WM63-1 серии OptiDin и Optima от производителя КАС, то есть Курский электроаппаратный завод. Вот эти два автомата. Один автомат с номинальным током 10 А, вот написано B10. Второй автомат с номинальным током 16 А, написано B16. Для наглядности с помощью уже вам известного испытательного прибора RITOM21 проверим заявленные характеристики данных автоматов. Но сначала несколько слов о графике. Вот график время-токовой характеристики B. На нем показана зависимость времени отключения автоматического выключателя от протекающего через него тока. Ось Х. Это кратность тока в цепи к номинальному току автомата. Ось Y. Это время срабатывания в секундах. График разделен двумя линиями, которые и определяют разброс времени срабатывания зон теплового и электромагнитного рассыпителей. Верхняя линия-это холодное состояние автомата, то есть без предварительного пропускания тока через автомат. Нижняя линия-это, так сказать, горячее состояние автомата. Ну, то есть автомат, который только что был в работе или сразу же после его срабатывания, после его отключения. Это вот эта линия. Пунктирная линия-это верхняя граница, предел для автоматов с номинальным током менее 32 А. Данная характеристика, да и вообще большинство времятоковых характеристик изображаются при температуре плюс 30 градусов Цельсия, как в данном случае. У каждого автомата есть такое понятие, как условный ток нерасцепления. И он всегда равен 1,13 кратного от номинального тока. При таком токе автомат не отключится в течение одного часа. Это для автоматов с номинальным током менее 63 А. И в течение двух часов для автоматов с номинальным током более 63 А. Кстати, вот он на графике показан 1,13. Условный ток нерасцепления. Уходит как бы вот примерно на 60 минут. Ну вот, например, у нас автомат B10. При протекании через него тока 11,3 А, его тепловой расцепитель не сработает в течение одного часа. Или вот автомат у нас B16. При протекании через него тока 18,08 А, его тепловой расцепитель не сработает в течение одного часа. Есть еще понятие, как условный ток расцепления автомата. И он всегда равен 1,45 кратному току от номинального. При таком токе автомат отключится за время не более одного часа. Это для автоматов с номинальным током менее 63 А. И за время не более двух часов для автоматов с номинальным током более 63 А. Условный ток расцепления также обозначен на характеристики. Таким образом, автомат с характеристикой B и номинальным током 10 А в течение часа может держать нагрузку порядка 14,5 А. По аналогии, автомат с номинальным током 16 А в течение часа может держать нагрузку порядка 23 А. Вот об этом не стоит забывать при выборе сечения проводов и кабелей электропроводки. Вот, например, автомат 16 А. Подключили вы к нему кабель с течением 1,5 квадратных миллиметров. Медно, естественно. Вы знаете, что данный автомат в течение часа может держать нагрузку порядка 23 А. За это время кабель с течением 1,5 квадратного миллиметра нагреется и расплавится, что может привести к пожару и короткому замыканию. Из этого следует, что для защиты кабеля 1,5 квадратных миллиметров автомат 16 А не годится. Проверить рассмотренные автоматы на токе условного нерасцепления и условного расцепления у меня нет времени. Поэтому перейдем к дальнейшей проверке. Это форсированный режим проверки при токе равном 2,55 квадратного тока от номинального. Если через автоматический выключатель будет проходить ток равный 2,55 квадратного тока от номинального, то он должен отключиться за время не менее 1 секунды из горячего состояния и не более 60 секунд из холодного состояния. Это для автоматов с номинальным током менее 32 А. Ну или равному 32 А. Для автоматов с номинальным током более 32 А при кратности 2,55 квадратного тока от номинального он должен сработать в пределах не менее 1 секунды и не более 120 секунд. Вот эта прямая точка. Вот и проверим автомат ВМ63-1Б10, то есть характеристика В и номинальным током 10 А, серии OptiDine от КАС. При токе 25,5 А должен отключиться в пределах от 1 секунды до 60 секунд. Посмотрим. Заранее, предварительно я уже навел ток 25,5 А. Сейчас включу источник и засечем время. Итак, поехали. Ток 25. Оп, отключился. Ток составил 26 А. Примерно тут я начал регулировать, корректировать его. Время срабатывания 14,41 секунда. Автомат отключился. Ну давайте еще для интереса. Так вот сделаю я. Вот так вот. Хорошо видно было. Поехали. Включаю. Ток 26,5 А. 25 А, 25,7 А, 25,6 А. Оп. Автомат отключился. Ток составил 25,32 А. Время отключения 11,91 секунда. Аналогично проверим автомат с номинальным током 16 А и характеристикой B. Напомню, что при токе 40,8 А он должен отключиться в пределах от 1 до 60 секунд. Смотрим. Ток предварительно я уже навел. Сейчас немножко там в процессе скорректирую его. Вот, 40. Время пошло 41 А. Оп. Отключился. Время отключения составило 13,51 секунда. Ток 41 А. Запишем. Давайте еще раз проверим. Включаем автомат. Поехали. Оп. Автомат отключился. При токе 41,26. Время отключения составило 7,89 секунд. Дополнительно можно проверить и другие точки на графике. Ну, например, взять, проверить автомат при тепловой, проверить тепловой рассыпитель автомата при двукратном токе. Например, при двукратном токе автомат должен сработать за время от 8 секунд до 200 секунд. Но в рамках данного видео я этого делать не буду. Так как у меня уже на канале имеются различные видео про прогрузку автоматов как промышленного назначения, так и бытового. Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный трехкратному току от номинального, то он должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Вот эта точка. Вот трехкратный. То есть, вот. Он должен отключиться не менее чем 0,1 секунда. Верхний предел, согласно ГОСТу 50345, не указан. Здесь может быть небольшой разброс. Ну, примерно от 1 секунды до, ну, может, секунд до 10 примерно. Ну, что-то в этом пределе. Автомат характеристика B. Номинальный ток 10 А. Данный автомат при токе, при трехкратном токе от номинального, то есть при токе 30 А, должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Поехали. Ток я уже навел 30 А, включаю. Поехали. Оп. Отключился. Ток состоял 29.75, время 8.71. Еще раз проверим. Включаю. Оп. Автомат отключился. Ток 29.71, время отключения 8.11. Так, автомат у нас 16 А, характеристика B. При токе 48 А, то есть при трехкратном токе от номинального, он должен сработать за время не менее 0,1 секунды. Поехали. Ток я уже навел. Смотрим. Время идет. Оп. Отключился. Ток 48.78, время отключения 8 секунд 16. 8.16. Еще раз проверим. Взводим автомат. Сбрасываем ток. И поехали. Оп. Отключился. Ток 48.99, время 6.25. Ток 48.99, время 6.25. Ток 48.99, время 6.25. Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный пятикратному току от номинального, то он должен отключиться за время менее 0,1 секунды. То есть, если при токе трехкратном он должен отключаться за время больше, чем 0,1 секунда, то при пятикратном токе должен отключиться менее, чем за 0,1 секунду. 10 А. Характеристика B. При токе 50 А данный автомат должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Проверим. Навел 50 А. Поехали. Автомат мгновенно отключился. Ток состоял чуть больше 50 А. 51.25, время отключения 7,8 миллисекунд. То есть, это меньше, чем 0,1 секунда. 0,1 секунда это 100 миллисекунд. Еще раз. Показания сбросим. Мгновенно отключается ток 51.39, время отключения 7,7 миллисекунд. А должно быть не больше 100 миллисекунд. То есть, укладываемся. Ну, опять на очереди автомат у нас уже 16 А. Характеристика B. При пятикратном токе от номинального, то есть при токе 80 А, данный автомат должен отключиться за время менее, чем 0,1 секунда. Поехали. Автомат мгновенно отключился. Ток составил 80,61. Время отключения 8,5. Давайте еще раз. Автомат включаем, показания сбрасываем. И поехали. Оп. Мгновенно отключается. Ток 80,60. Время отключения 8,4 миллисекунды. Как видите, оба автомата полностью соответствуют заявленным характеристикам завода-изготовителя и соответствующего ГОСТа 50-345. Автоматы с характеристикой B применяются чаще всего для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий с большими длинами кабеля и малыми токами короткого замыкания. При активных нагрузках, например, как электронагреватели, электроплиты, а также для защиты цепей освещения. Правда, вот в магазинах и количество почему-то всегда ограничено, так как распространенным видом является характеристика C. Вполне целесообразно на автоматы групповых линий для освещения и розеток ставить именно характеристику B, а на водной автомат характеристику C. Это как один из вариантов. Так будет хоть как-то соблюдена селективность и при коротком замыкании где-нибудь в линии не будет отключаться водной автомат и отключать всю квартиру. О селективности я еще расскажу в отдельном видео более подробно, на наглядных примерах. Поэтому сейчас ее затрагивать не будем. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, что теперь вы будете представлять себе, как работают автоматические выключатели с характеристикой B, ну, различных номиналов. При каких токах срабатывают, при каких токах срабатывают, за какое время отключаются. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Заметки Электрика. В следующем видео я подробно разберу с вами время-токовую характеристику C и D. Ну, с вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!